Добрый день! В эфире программа «Нас услышит» и ее бессменный эксперт Надежда Комкова. Основная тема сегодняшней программы – инвентаризация кладбищ. Что это такое и чего ждать с салаватцем в итоге? Об этом мы поговорим сегодня, но хотелось бы начать с основных вопросов, которые часто мелькают на просторах социальных сетей. И первый вопрос поступил у нас от жителей города, который жаловался на то, что памятник его отцу, уважаемому и известному человеку, установленный на Аллее Славы, кладбище номер 3 всегда грязный. Связывает он это с тем, что часто курсируют автомобили на кладбище. Но и другая сторона медали, другие люди жалуются на то, что наоборот автотранспорт часто не пускают на территорию кладбища. Что вы скажете по этому поводу? Ну, надо сказать, что кладбище – это не то тихое место, которое мы привыкли представлять. Сиждегладь да божья благодать. Нет, кладбище – это большой, живой и действующий организм. И ежедневно кладбище принимает более 200 посетителей, потому что на территории одного кладбища номер 2, 32 гектара, оно занимает, похоронено более 27 тысяч человек. На территории действующего кладбища номер 3 захоронено более 28 тысяч, и территория его более 40 гектаров. Поэтому, слава богу, что у нас уже появилась такая привычка посещать своих умерших родственников. Соответственно, около 40 тысяч потенциальных посетителей мы принимаем преимущественно, конечно, в летние месяцы, весенне-летние месяцы и осень. И если учесть, что еще летом у нас установка памятников, это 6-8 компаний ежедневно с машинами, с техникой, это уборка территории мусоромеханизированным транспортом, это тоже как минимум 2 единицы техники. Представьте себе, какое количество транспорта, если бы оно бесконтрольно ездило по кладбищу, добивали бы наши дороги кладбищенские. Люди должны понимать, и я очень рада тому, что есть автолюбители, которые отвыкли ходить пешком, но они с пониманием относятся к тому, что въезд на кладбище беспрепятственно только для инвалидов и только для очень пожилых людей, те, кто действительно не может пройти пешком. Для тех, у кого далеко, в другой стороне приезжают люди, аргументируя это тем, что вот нам далеко идти, мы специально в этом году сделали калитку на противоположной стороне кладбища, оставляйте машину, проходите пешком, не страшно. И поэтому, подводя итог к вышесказанному, я озвучиваю правила, которые регламентируют въезд на кладбище. В пункте 22.3 положения об организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения на территории городского округа, город Салават, утвержденного решением Совета городского округа 6 декабря 2017 года за номером 183 зафиксировано. Въезд на кладбище легкового, грузового, механизированного транспорта с пассажирами или рабочими разрешается при наличии пропуска, оформленного в администрации кладбищ. Посетители, инвалиды и престарелые граждане при предъявлении подтверждающих документов могут пользоваться легковым транспортом для проезда на территорию без пропуска. Я надеюсь, что меня услышат. Услышат и поймут, да. Еще одна немаловажная проблема. Вот вы уже в первом вопросе затронули тему мусора и говорили, что его убирают специальные машины. Но, тем не менее, такие вопросы возникают, и мусор никуда не девается. На территории кладбища он есть. Жалобы самые разнообразные. Как быть в этом случае? Как быть убираться? Я надеюсь, что посетители кладбища уже отметили сдвиг в эту сторону, что кладбище наше становится чище, более регулярные уборки. На сегодняшний день уборки кладбищ проходят через день. Второе кладбище на следующий день. Третье кладбище – это центральные дороги, вывоз мусора из контейнеров обязательно. Кладбища окашиваются, обочины на дорожках. Мы стараемся вывозить и те кучи мусора, которые скапливались там веками. Но хочу обратить внимание на то, что зафиксировано было в советское время. Чисто не там, где убирают, чисто там, где не ссорят. Поверьте, убрать не так тяжело. И даже можно не оглядываться на то, или не ссылаться на то, что мало денег на уборку и так далее. Кстати, в МБУ ритуал Салават, на ком лежит ответственность, это то предприятие, которым я руковожу, лежит ответственность за содержание кладбищ. Нет ни одной единицы техники. У нас есть руки, вилы, ну, тачку приобрели. Вот руками, вилами и тачкой мы вывозим, выносим тот вековой мусор, который скапливается на кладбище. Скапливается или скопился? Отчего он скапливается? Вы знаете, ну, на третьем кладбище поменьше, потому что оно, будем говорить, более свежее, и там еще нет не таких зарослей. И как бы те дороги, которые были предусмотрены, межквартальные, внутриквартальные, они остались дорогами. По дороге можно машину, которую мы нанимаем по договору, она проехала, собрала эти кучи мусора, там машины или трактор, механизм какой-то. А вот со вторым кладбищем это вообще проблема. Там от дорог осталась одна часть только дорог. Все дороги были, причем по просьбе же посетителей, по просьбе тех, у кого родственники на этом кладбище. Похороните меня рядом, похороните моего родственника рядом. И в свое время все дороги, ну, большая часть дорог была захоронена, особенно вот по правую сторону. Были высажены деревья. Кто-то не думал, когда сажал. Хотелось увековечить память своего близкого рябиной, березой, там, елкой. А они разрослись. А сейчас это целый лес. Поэтому мне бы хотелось, чтобы посетители понимали, что если вы совершаете какие-то действия на кладбище, вырубаете ли вы дерево, убираете ли вы мусор, меняете ли вы памятник. Но вы подумайте, а кто потом за вас это все куда-то денет? И куда все это будет деваться? Поэтому вы, когда заказываете памятники, большая просьба, договаривайтесь сразу с той компанией, где вы заказываете надмогильные сооружения, о том, что они будут вывозить этот памятник. Не в очень большие деньги вам это встанет, но зато и вы, и ваши соседи, кто придет там рядышком, не будут спотыкаться об эти надгробные плиты. И, естественно, никто не будет посылать в ваш адрес проклятие, что вот вы за чей-то счет получится. Вы увековечили память своего родственника, а вот всем остальным сделали хуже. Поэтому, пожалуйста, пришли на кладбище, берите с собой мешки и банки с краской там пустые, посуду какую-то, кисти. Все это в мешок вынесли до контейнера. Кстати, количество контейнеров будет увеличено. Ну и какие-то куски больших деревьев или большого груза по возможности выносите к тому месту, куда вы видите, что может доехать транспорт, погрузчик, трактор, экскаватор, какой-то из механизмов, которые у нас работают. Ну а теперь все-таки про инвентаризацию. Что это такое, для чего она нужна? Насколько мы знаем, за более чем 70 лет существования городского кладбища такого понятия не было. Зачем же это теперь проводить? Ну вот отличный вопрос и отличная тема. Потому что мы все знаем, что такое инвентаризация. Инвентаризация – это когда все, что документально у нас есть, должно соответствовать реальному, то, что у нас есть. А вы сами сказали, что за 70 лет, и это действительно так, никто не удосужился посчитать, сколько у нас мест для захоронения, сколько там уже захоронено, сколько участков свободных осталось. И вот те, кто часто бывает, да и не часто, те, кто просто бывает на кладбище, они видят, что земля-то на кладбище, вот на действующем уже участки как бы заканчиваются. И это людей приводят в беспокойство, задаются вопросами, а где будет еще одно, а где будет, там, куда же ездить. Всем хочется остаться здесь, уже более привычное какое-то место. Вот как раз для того, чтобы выяснить рациональность использования земельных участков, выявить соответствие захороненных, количество захороненных, количество могил, присутствующих на кладбище. Вот как раз для этого и в этом году было принято решение провести такую глобальную инвентаризацию. Причем она проходит у нас не в том советском стиле, который все-таки не всегда был неправильным, просто там ресурсов не было. Не просто бабушки с тетрадками ходят и с карандашами переписывают. Номера, да? Да, да. У нас, конечно, есть книги, в которых регистрируется каждое захоронение, но книги тоже, ну, как бы и устарели, и хранились как попало. Был пожар, было там какое-то подтопление, поэтому многие записи пришли в негодность. Поэтому мы сейчас пошли по проекту создания электронного кладбища или цифрового кладбища в рамках вот этой инвентаризации. Мы оцифровываем все журналы двух кладбищ, второго и третьего, пока про первый вопрос решается, пока первая, которая на Чапаева. А вот два кладбища в 116-м квартале, журналы отцифровываются, вносятся в базу данных, в реестр. Туда же вносится, каждое захоронение фотографируется с двух ракурсов, причем общий план и ближний план, чтобы было видно фамилию и имя отчества захороненного. Была проведена аэросъемка и того, и другого кладбища. И вот эти три технических ресурса нам позволят создать единую электронную базу наших кладбищ, где каждое захоронение получит паспорт свой, свою привязку с точностью до координат. И мы, как только эта работа будет закончена, мы каждому захоронению присвоим свой паспорт. На основании инвентаризации мы получим данные о том, сколько у нас захоронено человек, сколько у нас свободных участков есть, сколько заброшенных могил, сколько могил неухоженных, то есть могилы, которые утратили своего хозяина. И на основании этих данных будет создан сайт, электронное кладбище, в котором каждый из нас может получить личный кабинет и уже работать. Он может дополнять про своих родственников какие-то сведения. Потому что сейчас что? Ну, фамилии, имя, даже на Аллее Славы, кто похоронен, мы не всегда знаем. Кто это? Кто есть кто? Да. А здесь каждый человек может написать про своих близких, ну, своеобразную книгу памяти. И думаю, что эта вот новинка, в России она есть, но, знаете, не более 15 регионов, у которых есть электронное кладбище, а вот в Саловате оно будет. Я думаю, что эта новинка очень поможет нашим жителям. Это будет и удобная навигация, это будет удобный поиск, потому что сейчас люди через 40 дней приходят, похоронили человека, они были в шоке. Они приходят через 40 дней и найти него. Они были крайние вроде как, да? Да, 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 да. Поэтому очень надеюсь, что то, о чем мы сегодня говорили, будет услышано, будет поддержано. Да, на сегодня это все вопросы. Приятно было пообщаться, спасибо. Спасибо. Ну, а для наших телезрителей, если у вас возникли вопросы или предложения с пожеланиями, вы можете позвонить по номерам, которые сейчас видите на своих экранах. или же обратиться лично по адресу улица Чапаева, 53, дробь 17. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин